В последнее время ностальгия по 80-м уже вышла за пределы андерграундных хобби и переросла в настоящий культ. И пока на загнивающем западе люди слушают ретро-вейв, пересматривают драйв и ностальгируют по неоновой Америке с пальмами и небоскребами, у жителей СНГ есть свой ретро-жанр с хрущевками и синтезаторами. Своя возможность приобщиться к чему-то более близкому и родному. Разумеется, я о Soviet Wave. Но сегодняшний выпуск не только об этом музыкальном жанре. Мы поговорим о причинах ностальгии по Советскому Союзу, об эстетике панельных домов и о том, что такое русская тоска. Soviet Wave – это специфический ретро-футуристический жанр электронной музыки, возникший на территории постсоветского пространства и вдохновленный эстетикой эпохи Советского Союза. Концептуальный Soviet Wave можно назвать неким аналогом синт-вейва, потому как музыка этого направления тоже вызывает ностальгию по давно ушедшим временам. Пионерские лагеря, автоматы с минералкой, персонажи советских мультфильмов и космические корабли, бороздящие бесконечные просторы космоса – одни из многих мотивов, которые несет в себе советская волна. Инструментальную основу для Soviet Wave музыки обычно составляют гитара, ударный и синтезатор, а стилизованное звучание получается в основном за счет наложенных эффектов и фильтров. Как и в случае с ретро-вейвом, звучит Soviet Wave совершенно по-разному. Музыка жанра может быть как очень динамичной, так и наоборот – крайне расслабляющей и неспешной. У своего западного собрата Soviet Wave позаимствовал и источники вдохновения в виде фоновых мелодий с кинофильмов, мультфильмов, различных сериалов и телешоу образца советской эпохи. Soviet Wave тесно связан с другими синт-поп-жанрами и происходит от такого социального явления, как советская ностальгия. Песни этого жанра базировались на современных течениях электронной музыки, таких как лоу-фай, эмбиент и электропоп, а также на электронной музыке времен позднего СССР. Попытки смешения эстетики Советского Союза именно с электронной музыкой начались с музыкальных релизов от коллектива ППК еще в 2000-х годах, и большинство из их треков были каверами на мелодии известных советских композиторов. Например, мелодии нашего самого космического композитора Эдуарда Артемьева. Например, их композиция «Воскрешение» имеет по-настоящему культовый статус даже за пределами сообщества ценителей электронной музыки. Вы точно ее слышали. Еще на развитие жанра сильно повлияли небезызвестные «Альянс» и «Зодиак». Начиная с десятых, одновременно с повсеместной популяризацией ретро-вейва, совет вейв приобретает привычное для себя звучание, а вокруг нового необычного жанра начинают собираться инди-группы и одиночные исполнители. В интернет-среде этот жанр стал популярным благодаря своей простоте. В современную эпоху секвенсоров и другого софта абсолютно каждый может сделать трек в стиле советской волны. Именно поэтому YouTube просто переполнен тематическими онлайн-радио и разными миксами практически на любой вкус и цвет. Развивается жанр и в оффлайн-формате. Концерты и тематические ивенты проходят в ламповой и непринужденной атмосфере с сохранением советского колорита. Все как в рассказах старшего поколения об их бурной молодости. Но не стоит воспринимать светвейв исключительно как специфический музыкальный жанр. Это скорее взгляд на жизнь и атмосфера которую ты создаешь вокруг себя. Светвейв это гости из будущего, приключения электроника, тайны третьей планеты, ну погоди и вообще все самое лучшее, что когда-либо было в СССР, собранное вместе и поданное в музыкальные обертки. Присутствие в музыке элементов ассоциирующихся Советским Союзом и есть главная отличительная черта жанра. Но при этом для Светвейва характерен абсолютный отрыв от политической жизни страны и упор на культурные и научные аспекты жизни. Эффект присутствия и переживания достигался использованием аутентичных синтезаторов 70-80-х и их эмуляторов с последующей постобработкой, вставками из советских научно-познавательных фильмов или речей советских государственных деятелей, искусственным состариванием фонограммы или помехами в звуке. Еще одной чертой добавившей самоидентичности Светвейву стала его тяга к высокому, точнее к космосу. У того же ретро-вейва мы этого не видим. Именно такая идейная составляющая нашла достаточно широкий отклик на постсоветском пространстве среди любителей ретро-электроники. При этом исполнитель обычно подчеркивает, что отрывки речей скорее подчеркивают общую композицию песни, чем несут идеологическую нагрузку. В то время как символ ретро-вейва это молодой парень и девушка в крутом спортивном авто 80-х на фоне неоновых огней большого мегаполиса, Светвейв это ностальгия по космосу, который ушел в прошлое вместе с большим и сильным советским союзом, вместе со всем светлым и возможно в какой-то степени вместе с детством. Что мы имеем? Светвейв это мечтательная электронная музыка, созданная под вдохновением советской культурой. Музыканты писали и миксовали свои треки с использованием синтезаторов, звуковых искажений, фильмов и радиоприемников. Он также как и ретро-вейв предлагает нам живой опыт того, как бы это звучало в прошлом, когда технологии и возможности записи имели свои пределы. Но почему такая музыка и вообще подобная атмосфера нравится людям? Почему внутри Лапенко стал феноменом в Рунете? Почему люди по нескольку раз перепроходят бесконечное лето? Почему подобные подборки так популярны на ютубе? Откуда взялась ностальгия по советским временам? И почему Светвейв так нравится поколению, которое об СССР знает только по рассказам родителей и бабушек? Советская ностальгия как явление зародилась в конце 90-х годов, обретя новые качества в начале нулевых. Трансформационный кризис, слабость государства и массовое общественное разочарование реформами 90-х сделали чрезвычайно популярной ностальгию по советскому прошлому. Тогда же, в начале нулевых, предпринимались первые попытки привнести советскую ностальгию в современную музыку. Как бы там ни было, но в постсоветских странах жанр достаточно быстро разросся в специфический элемент молодежной культуры. Общий пессимизм в обществе накладывался в ностальгию по прошлому, даже у тех, кто его не застал, и поэтому все чаще стали возникать мечты о большом, далеком и великом космосе. Итак, советвейв стал одним из многих ответов творческой сферы на запросы общества. У старших поколений, уже давно ставшие классическими в плане упоминания панельки, в действительности наводят не тоску, а некоторое умиление. Ах, а ведь именно здесь мы выросли. В некоторой степени серые дворы действительно могут навевать романтику, ведь романтика обычно определяется как некое эмоционально возвышенное ощущение. Но главное в романтике, на мой взгляд, состоит в некоем предвкушении, то есть в ожидании чего-то лучшего и более интересного. Ведь романтик — это человек, живущий в будущем, это мечтатель. По какой-то причине не так давно началась мода сделать фотографии панелек, хрущевок, серых дворов и видеть в них свою особую эстетику. Обычно под какие-нибудь думерские треки, например, группы «Молчат дома». Но эстетика эта совсем не веселая. Фотографии мрачные, песни грустные. И все-таки что-то все равно в этой тоске манит к себе русского человека. И именно поэтому русская тоска является целым философским феноменом. Начиная разговор о русской тоске, многие приводят цитату Владимира Набокова о непереводимости слова «тоска» на другие языки. И приводят в пример английское «сплин», которое действительно является скорее аристократической хандрой, а не тоской. Но в английском существует слово «earning», которое, как мне кажется, вполне равнозначно тоске. Точно перевести по сути нельзя ни одно слово, но в нашем случае это не так важно. Вообще тоску способен испытывать любой человек, в том числе и не русский. Но чем тогда русская тоска отличается от обычной? Все большие страны чем-то похожи друг на друга, в том числе и на Россию. Да и в Америке, как говорят, достаточно немного отъехать от большого города, чтобы наблюдать полный и бесповоротный колхоз. Думаю, что выть на небо в русской тоске запросто можно и там. Набоков описал русскую тоску как чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжелых вариантах оно может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болезненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума или неясной тягой. Стремление непонятно к чему. Лично меня это наводит на мысль о дороге. Русской дороге, которая устремляется далеко за горизонт. И связанная с ощущением неопределенности. Русского человека неопределенность томит, но поскольку пространство вокруг огромное, неизвестность становится бесконечной. Русский человек верит в иное. Наш мир несовершенен и русские подсознательно понимают это лучше остальных. Понимают, что мы живем в бардаке. И вот я уезжаю от этого несовершенного мира в иное. И во мне возникает разрыв. И поэтому появляется идея тотального ухода. Дорога. Я ухожу из несовершенного мира. Но в теме дороги и русской тоски нет идеи надежды. Это очень важно. В том-то и дело, что русская тоска, она безнадежна. Очень пессимистична и даже безысходна. Люди традиционной культуры всегда боялись чужого. Разрыв, противоречие между необходимостью уехать и страхом перед иным. Оно не враждебно, оно просто неопределенно. В каком-то смысле это даже страх перед новым и перед изменением вообще. Глобально русская тоска связана с неопределенным отношением к глобальной неизвестности впереди, когда отрицают наличное бытие. Русская тоска это неприятие своего, как чего-то позитивного, с чем нужно действовать конструктивно. Улучшать, шлифовать, любоваться в конце концов. Вспомним, как умеют обустроиться и создать себе комфортные условия западные люди. Вот какие-нибудь англосаксы или голландцы приехали куда-нибудь в Австралию. И как быстро они там хорошо зажили. Они не стесняются шлифовать каждую жизненную мелочь. Причем не только на своей, но и на чужой земле. Итак, русская тоска это полное неприятие жизни и осознание своего нежелания ее переустраивать. Русский человек ушел из своего бытия, а к другому бытию так и не пришел. И вот здесь он существует в разрыве, и поэтому у него тоска. Русский человек все время в дороге. И физически, и психологически, и морально. Один из тургеневских персонажей как-то рассказал анекдот, что если соберутся вместе три образованных француза, они будут говорить только о женщинах. Если три образованных англичанина, то только о политике и парламенте. А если вместе соберутся три образованных русских, то они будут говорить только о будущем России. Русская тоска настолько уникальна по своей сути, что даже Ницше гениально о ней выразился. Я бы отдал все веселье Запада за русскую тоску. И интересно, что Набоков затронул тему тоски в комментариях к Евгению Онегину. Драматические сюжеты о трагичных судьбах людей, оказавшихся один на один перед русской действительностью, особенно часто стали появляться в литературе дореволюционной России 18-20 веков. Такие классики, как Достоевский, Булгаков, Андреев, Коголь, Грибоедов, Некрасов и другие, являются отличными примерами авторов книг, связанных с русским тленом и вечными проблемами страны. Всем знаком мрачный, желто-бледный, плохо пахнущий и перенаселенный бедными пьяницами Петербург, забитый студентами-самоубийцами. Напоминает ли это современные города, заселенные бетонными коробками? Несомненно. Об этом же снимают кинорежиссеры, которых принято считать лучшими из нынешних. Быков, звягинцев, балабанов. Если вы бедны и несчастны, не имеете шансов выкарабкаться, наблюдаете за окном панельки, вот вам и русская тоска во всей красе. Мусор, брошенные стройки, заколоченные дома, безвкусные новостройки, дерибасовские магазинчики, отсутствие чувства прекрасного и нежелания что-либо исправлять. Точнее, осознание того, что я ничего не могу сделать. И русская лень такого обломовского характера. Мир несовершенен, а поэтому в него вообще не стоит вкладываться. Это и есть причины русской тоски. А все те, кто не желает мириться с этой ситуацией, размышляют о том, что ждет Россию и что мы можем сделать для нее. Либералы, например, возможно и желая добра нашей стране, говоря о прекрасной России и будущего, хотят, чтобы мы жили по западным принципам и опирались бы на западные ценности. Вот только как бы кто этого не хотел, у нас никогда это не получится, потому что мы совершенно другой народ, удивительный и парадоксальный. Мы задаемся вопросами, не хотим принимать то, что у нас есть, и не понимаем, что мы вообще здесь делаем. Почему у нас никогда не было, и вот вдруг мы появились? У нас нет чувства эстетики, но внутренне мы тянемся к ней и страдаем из-за того, что все вокруг такое серое и унылое. Эта жажда красоты в разное время удовлетворялась по-разному. Живописью, архитектурой, кино, литературой, музыкой. Но именно сейчас, в нынешней, в современной России, мы потеряли все, что у нас было, и не создали ничего нового. Поэтому мы, словно утопающие, хватаемся за все, что еще осталось, и пытаемся наслаждаться хотя бы этим. Находим эстетику в панельных домах и хрущевках, фотографируем на пленку, пересматриваем советское кино и снимаем видео, свихая с эффектом. Но все это тоже уже не является чем-то прекрасным и возвышенным. Это просто то малое, что у нас осталось от страны, в которой было хотя бы что-то. В которой была хоть какая-то общность и хоть какие-то ценности. И это лучше, чем то ничто, которое вокруг нас сейчас. Тоска русского человека связана с верой в иное. В то, что когда-нибудь что-нибудь изменится. Но эта вера не несет в себе надежды. Она не просветленная, но и не трагическая. Это просто вера. Вера и тоска. Спасибо за просмотр. Не тоскуйте и цените прекрасное. Удачи. Полная расслабленность. 48. 49. Только он. Давайте с вами немного пофантазируем. Вот давайте вообразим себе, будто бы мы на каком-то катере.